Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем Евангелии мы слышали, как Господь наш Иисус Христос сотворил чудо. Через молитву и благословение Он приумножил пять хлебов и две рыбы, тем самым накормил множество народа, тех людей, которые следовали за Ним и слушали Его Божественное Слово. Тех людей было пять тысяч человек, не считая женщин и детей, как повествует Евангелие. Дорогие братья и сестры, мы с вами знаем, что только Господь творит чудеса. И так Богу угодно, чтобы эти чудеса творились через людей. Что предшествовало данному чуду Евангелия? Первое, что было у этих людей, желание, даже сказать, горячее желание следовать за Христом и слушать то, что Он им говорит. И без этого желания они не смогли бы быть участниками этого чуда. Это нужно отметить. Второе, что Господь сжарился над этими людьми. Это говорит о том, что Господь всегда сострадает человеку в его нужде. В голоде, болезни и других каких-то, возможно, потерях. Очень часто мы отчаиваемся, совершая тем самым большой грех, забывая о том, что Господь знает любую нашу нужду и в этой нужде нам всегда сочувствует. И мы забываем, забываем, не видим это по нашему маловерию. Далее в Евангелии мы слышали, как ученики обращаются к Спасителю, просят Его, чтобы Он отпустил народ в ближайшие селения, чтобы они могли купить себе еды. Потому что место было пустынное, где Господь проповедовал. Приближалась ночь, все были голодны, а пищи ни у кого не было. И почему же апостолы обратились к Христу? Потому что они, как и Господь, сжалились над этими людьми. Они проявили сострадание. Они уже научились проявлять милосердие. И вот эти милосердия божественные, человеческие, они сложились. И что же дальше? Мы с вами слышим. Господь отвечает апостолам, а вы дайте им есть. Тем самым Господь, обращаясь к апостолам, и из Евангелия обращается ко всем нам. Учит нас состраданию, учит нас милосердию. Очень часто мы сами можем помочь кому-то, но не делаем этого, перекладываем на кого-то другого, находим оправдание, отговариваемся. А Богу угодно, чтобы мы сами творили дела милосердия. И не только для того человека, ради кого мы это совершаем, но прежде всего для нас самих. Апостолы полны решимости по повелению и послушанию Господу принесли две рыбы, пять хлебов, все, что было у них из пищи. Господь помолился, благословил, раздал ученикам, ученики начали раздавать пищу людям, и чудесным образом пища начала приумножаться. Да так, что насытились все, еще множество пищи осталось. Вот это совместное усилие человека и Бога, так называемое соработничество, когда две энергии, человеческое и божественное, соединяются вместе, тогда всегда бывает чудо. Так Господь всегда является чудом. Нам нужно с вами, дорогие братья и сестры, всегда полагать надежду на Бога, несомненно верить в Него, не сомневаться в Его божественном всемогуществе, в том, что Господь все может, Господь может сотворить любое чудо, и тогда в нашей жизни будут совершаться постоянно чудеса, и через нас эти чудеса будут совершаться в жизни других людей. Еще, еще раз хотелось бы акцентировать, что нам нужно верить в Бог. Господь никогда никого не истязает, не мучает, не желает зла. Бог есть любовь, как сказал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. И Господь всегда желает человеку только блага, желает спасения. Человек обычно сам себя мучает, мучает других, истязая себя, истязая других, желает зла кому-то. Человек зачастую сам является виновником того, что с ним происходит. А Бог, как любящий отец, всегда готов прийти на помощь своему ребенку, который учится ходить. Учится ходить, и бывает часто падает, и падает очень больно. Так и во взрослой жизни, так и, конечно же, в духовной жизни бывает. Поэтому, чтобы научиться общению с Богом, чтобы стать на путь спасения, нам нужно в первую очередь очищать свое сердце от страстей, пороков, каяться в своих грехах, исправляться, молиться Богу, приступать к святым, к Христовым Божественным Тайнам Церкви. Учиться смирению, терпению, любви к Богу, любви к окружающим. Учиться состраданию, милосердию, по примеру святых апостолов и всех святых, помогая нам всем в этом Бог. Аминь. Спасибо, Господи, Вас.